Приветствую! Сегодня предлагаю знакомиться с последними новостями, которые связаны с денисовцами. Начнём от последних. Самая главная свежая майская новость заключается в описании нижней челюсти денисовского человека, найденной на тибетском плато в Карстовой пещере Байше, уезда Сяхэ провинции Ганьсю, Китай. Окаменелость была первоначально обнаружена ещё в 1980 году местным буддийским монахом на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Многие годы монахи её хранили, пока не решили отдать учёным. Поэтому с описанием места находки возникла проблема. Хотя авторы устно сообщают, что с разрешения местных жителей и буддистов, в декабре 2018 года вырыли на месте небольшие углубления, в которых уже нашли каменные и вырезанные из костей носорога и других животных инструменты. А значит, есть шанс найти и другие части тела денисовца и возможно не только одного. Невзирая на то, что исследователи не смогли найти в окаменелостях никаких следов ДНК, им удалось извлечь белки, которые они затем проанализировали при помощи прототеомного анализа белка. А он, в свою очередь, показал, что нижняя челюсть Сяхэ принадлежала популяции гоминидов, тесно связанных с денисовцами из Алтайской пещеры. Нижняя челюсть хорошо сохранилась. Её прочная примитивная форма и большие маляры позволяют предположить, что она когда-то принадлежала гоминиду из среднего плейстоцена, имеющего анатомические сходства с неандертальцами и образцами из Денисовой пещеры. Хотя врождённое отсутствие у гоминида третьего маляра не особо характерно для этого периода, но датировка по кальцинированной корке при помощи анализа урановых серий показала возраст около 160 тысяч лет, как и у самых старых древних особей Алтая, если верить последним опубликованным датировкам. Таким образом, исследователи сообщают, что первыми гоминидами на тибетском плато были денисовцы, и они приспособились к жизни в высокогорной среде с низким содержанием кислорода задолго до того, как там поселились представители Homo sapiens. А предыдущие генетические исследования показали, что современные тибетцы в своём геноме несут полученный от денисовцев аллель EPS1, который связан с различиями в концентрации гемоглобина на большой высоте. А обследовав более крупную выборку населения по всему миру, учёные выявили, что выбранный гоплотип обнаружен только у денисовцев и тибетцев и очень редко встречается у ханьцев. А значит, смесь с другими видами или подвидами обеспечила людям генетическую изменчивость, которая помогла им приспособиться к новым условиям. В свете тибетской находки исследователи не зря вспомнили о челюсти Пэнху-1, которую выловили рыбаки в 25 км от западного берега Тайваня в 1995 году вместе с другими окаменелостями позвоночных. Челюсть Тайваня имеет много общего с нижней челюстью денисовца, включая врождённое отсутствие третьего маляра, но без анализов о степени сходства говорить рано. Но об этом уже упоминали ещё в 2015 году. И хотя подводная археология пока не так развита, как наземная, учитывая снижение уровня моря в прошлом и приверженность древних популяций к береговым линиям, многие находки в настоящее время можно обнаружить именно под водой. Перед сообщением о челюсти на 88-м ежегодном собрании Американской Ассоциации физических антропологов в конце марта этого года, группа учёных сообщила о находке двух половинок задней левой части теменной кости размером с ладонь, которые, согласно метахондриальной ДНК, принадлежали денисовскому человеку. А это было уже первое представление о денисовской морфологии черепа. Само исследование, в котором учёные сравнивают эти фрагменты с большой выборкой ископаемых останков, ещё в работе. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время, благодаря сравнительным анализам находок из Китая и Юго-Восточной Азии, некоторые образцы сменят имена. И пазл продолжит складываться. В общем, большая интересная игра под названием собери денисовца продолжается. А теперь новости генетики из Индонезии и Новой Гвинеи, которые раскрывают новые ветви денисовского генеалогического древа. Международная исследовательская группа изучила фрагменты ДНК, переданные от денисовцев современным людям, живущим на островах Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи, потому как предыдущие данные указали на третью денисовскую родословную в геномах современных сибиряков, коренных американцев и восточных азиатов, предполагая, что современные люди скрещивались с несколькими денисовскими популяциями, которые были географически и по времени изолированы друг от друга. Опубликованное в апреле исследование, охватывающее 14 островных групп, также показывает, что родословная папуасов включает не одну, а две разные денисовские линии, которые были отделены друг от друга на протяжении сотен тысяч лет. Первая обнаруженная денисовская ДНК из Алтайского края происходит из популяции, которую генетики назвали Д0, а папуасы несут ДНК, по крайней мере, из двух других отличающихся популяций денисовцев, называемых Д1 и Д2, отделённых от алтайских более 283 тысяч лет назад. Фактически, эти денисовские линии настолько отличаются, что Д2 можно даже считать совершенно новой группой архаичных гоминидов, что без самих останков звучит весьма смело. Надо самих денисовцев для начала хотя бы выделить вид или подвид официально. А примесь Д1 не обнаружили у людей за пределами Новой Гвинеи, и она была сконцентрирована на крупных участках хромосомы. А это, по мнению авторов исследования, позволяет предположить, что она вошла в геном современного человека от 15 до 30 тысяч лет назад. Вероятно, группа денисовцев проживала в Новой Гвинеи или на соседних островах, гораздо дольше, чем предполагалось. А это может сделать денисовцев одной из последних живших групп архаичных гоминидов. Ранее считалось, что денисовцы жили на материковой части Азии и далеко на севере. Но центр архаичного разнообразия скорее находился не в Европе и не на холодном севере, а в тропической Азии. И это разнообразие сохранялось в островной Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи гораздо дольше, чем где-либо. Команда ученых предполагает, что поздняя группа денисовцев выжила в отдаленных горах Новой Гвинеи или на островах Индонезии и была связана с современными людьми. Как-то вот сейчас снежным человеком повеяло, не находите? А ведь такую интерпретацию могут подхватить и развить средства массовой информации. Но другие исследователи более скептически смотрят на результаты, предлагая интерпретацию, в которой примеси могут отражать скрещивание ранее изолированных современных популяций, а не современных людей и денисовцев. В этом сценарии современные люди скрещивались с денисовцами, затем разделились и разошлись. Причём, каждая ветвь сохраняла свой набор денисовских генов. А через время эти популяции анатомически современных людей снова соединились, повторно смешав два набора денисовской ДНК. Похожие события могли быть и на Тибете. Примечательно, что результаты исследования имеют и практическое применение в здравоохранении для людей в островной Юго-Восточной Азии. Многочисленные встречи с денисовцами дали людям, проживающим в Индонезии и Новой Гвинеи, около 400 новых вариантов генов, включая вариант иммунного гена TNF-AIP3. А это имеет клиническое значение для определения реакции на аутоиммунные заболевания. А также, помимо вышеописанных находок и исследований, в январе этого года группа учёных сообщила о построении демографической модели эволюционной истории евразийских популяций, соответствующей современным генетическим данным, включая прошлые события скрещивания с денисовцами и неандертальцами за пределами Африки. Эта модель указывает на ещё одну архаическую примесь во всех популяциях Азии и Океании, которая либо относится к кладе неандертальца-денисовцы, либо рано отошла от линии денисовцев. Нету ли популяцию отличающихся денисовцев зафиксировали генетики как D2? Но не будем забегать наперёд, когда-то и это узнаем. Потому как и в настоящее время различные группы учёных готовят к публикации свои новые работы и открытия. И как видно из темпов развития археологии, антропологии и генетики в Азии, впереди ещё много интересного. Поэтому не забывайте подписываться на канал.